Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я Ангелина и я купила себе Getter 34, да, именно тот, который был у Брайна О'Коннора. Форсаж, видите, я даже футболочку прикупила, всё серьёзно. И мой механик уже чинит его. Всё, Саня, теряйся. Кто помнит Саню, он был в предыдущих видео чердака, Саня чинил полицейский чарджер чердака. Починили? Да. Чинили. Всё, Саня, иди, иди, надо успеть. А к чему надо успеть, вы узнаете в этом видео. Эта машина, это наш проект, который мы строили специально под гонки. И сидений тут нет, принесите бутылку. Гонки отменили. Да, ребят, гонки действительно перенесли непонятно на какой срок. Да и слава богу, потому что мы должны были ехать в ноябре в собачий холод в Атланту. Атланта, это где-то 900 километров от Флориды. Там уже холодно зимой и осенью. А мы к этому не привыкли. Вот. Слава богу, гонки перенесли на 9 мая. И уже они будут во Флориде. Это где-то 300 километров от Майами. Всё это время мы были на расслабоне, потому что мы не знали, на когда перенесут гонки. И вот нам за три недели сказали, что у вас есть три недели. Готовьтесь, тройте машину и выигрывайте первое место. Так вот, в этом видео вы увидите, как мы готовим нашу тачку, наш гоночный аппарат к старту и к финишу, чтобы она пришла, надеюсь, к нему. Не сгорело, это же БМВ. Вот он, ребят, наш гоночный аппарат. Вот Юра, он главный капитан всей вот этой вот бежухи. Юра, скажи нам, пожалуйста, что тебе пришло в голову, почему тебе пришло в голову создать вот такой вот корч? Всегда очень хотелось погонять где-то и поездить, и потому что очень много гонок проходит, тебе нужно иметь машину, как говорят, up to spec, она должна соответствовать, и она должна быть очень хорошо собрана и сделана. То есть не всегда есть возможность потратить такие большие деньги, чтобы собрать хорошую машину, следить за ней. Плюс те гонки, как правило, проходятся редко, тебе надо платить много. Плюс ездишь ты там немного, то есть у тебя сессии идут не очень большие. А эти гонки, они позволяют тебе, грубо говоря, очень дешево зайти в сторону профессиональных гонок, получить очень много опыта и как следует оторваться на трассе. Потому что у тебя гонки проходят около 20 раз примерно за год в этой серии в разных местах по штатам. Вот одна из гонок будет проходить в Сибринге, куда мы едем. Получается то, что это близко к нам, это во Флориде. Саня, расскажи мне, что ты прямо сейчас делаешь и что осталось доделать, чтобы машина была полностью готова. Сейчас я меняю трубку тормозную. Мы поменяли трубку тормозную. Что это за трубка? Тормозная. Что она делает? Тормозик? Нет, она держит давление, которое мы отдаем оттуда. Что мы сделали? Мы поменяли тормоза, поставили более-менее нормальные колодки, поменяли рычаги и все. Это все, что касается подвески и тормозов. От меня что-то требуется? Какая-то помощь? Да. Подставить там бутылку, куда надо. Пойти сейсом в колодочную бутылку. Мы купили другую BMW, чтобы снять с нее вот эти диски и поставить на нашу гоночную пеху. Да, ребят, нам пришлось купить другую тачку, чтобы забрать с нее вот эти вот диски. Еще плюс, купили новую резину, Hankook, гоночная. Короче, ребят, мы полностью готовы практически. Сзади борты заварили, сделали все красиво, как у настоящего пикапа. Напоминаю, что гонки, на которые мы ездим, они профессиональные, там все строго. Но есть условия, чтобы машина стоила не больше, чем 500 долларов. И эту машину мы взяли за 250 долларов. Кто забыл, мы купили эту машину, вытащили из нее полностью мотор, потому что он стучал. И засунули сюда другой мотор от другой BMW. Саня, как машина должна стоить 500 долларов, если тут одно сидение стоит 800? Объясняю. Объясняй. Стоимость машины должна быть 500 долларов. Не выше 500 долларов. Вот руль, каркас и сидение, это правило гонки. Запасное. Да, оно отвечает за вашу безопасность. Это обязательно должно быть. Но касаемо машины, какие-то доработки с мотором, какие-то доработки к ходовой части, тюнинг, какие-то спортивные рычаги, это не должно быть. Должно быть все на стоковое. Максимум, что правило гонки позволяет, это поменять диски тормозные, поменять шланги, сзади поменять шланги с мотором, поменять цепь, чтобы она максимально была в исправленном состоянии. Но при этом мы сохраняем стоковое. Везде полностью сток машины должен быть. А что насчет внешнего вида? Без района, что хотите. Может машина быть гармошкой, может машине быть джакузи, может машине вообще ничего не быть, может быть вагоном, может быть просто Е34 купе, может быть не BMW. Любая, какая вам нравится машина, ну, что вы хотите, с ней можете делать. Но при этом она должна быть безопасна. А безопасность, если это есть каркас машины и кресло с рулем. Значит, что мы будем делать прямо сейчас? Саша заканчивает тормоза, делает их, чтобы они тормозили, чтобы они работали. Сейчас мы будем снимать диски, мыть их, подготавливать для покраски. Вот уже привезли покраску для покраски. Будет черно-желтый цвет, вот краска для горшков, а мы будем красить свой горшок. Вот наши четыре колесика, которые мы должны покрасить в черный вот здесь вот. И ободочек будет желтый, да? Приехал автобус с мороженым. Пацаны захотели сладенького. Прикол этих гонок в том, что там все подходят с юмором к ним. Несмотря на то, что у тебя полностью машина должна соответствовать по всем терминам безопасности, она может быть не быстрая, но она должна быть безопасная как по всем стандартам. А сама машина, по идее, должна стоить не дороже 500 долларов. И еще прикол в том, что даже если у тебя машина выходит из бюджета, они максимум, что ты могут сделать, не считать круги. Что ты начнешь с нулевого, как все остальные, а ты поедешь, грубо говоря, с минус 30-го круга. Кто-то очень ушлый, кто приезжает, им делают минус 100 кругов. То есть к концу гонки, когда все приезжают, ты только к нулевому кругу подобрался. Но это шутки шутками. Есть люди на Астон-Мартине, которые на гоночном, восстановленном, приехали туда, им дали минус 62 миллиарда кругов. Все понимали, что это будет шутка, его не допустят реальным соревнованием, но, как оказалось, всем было весело. Это самое главное, самое главное в те условия года. Ребят, смотрите, какая у нас штука есть. Это ультра-звуковой очиститель. Мы там будем очистивать вот эти вот болты. Прикол? Ну давай, доставай. Хм, очистила. Сейчас мы их промыем. Почти всю ржавчину убрала. Ну что, мы покрасили диски, сделали там небольшую внешку, сделали ребра на крыле, да, переднем. Еще какую-то фигню, идем покажу. Вот такие вот агрессивные жабры. Чем они помогут? Ну, выглядит круто. И вот диски. Немножко криво, но ничего, так и должно быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, можно сейчас покататься? Вот это дверь вылезла, да. Вот все, все на место. Она просто перекручивается, похоже. Сейчас она еще вспомнит, как на механике есть. А то, что я недостаток педальничаю. Ничего. Я надеюсь, я первый включил? Погнали гоняться. Это все, что ты хочешь сказать? А что? Тормоза проверены. Ты это, надеюсь, не заснял? Нитравка. Да. Иди покажи тут кнопку, какая она. Машина. Тут все серьезно, прям, смотрите, какая кнопка старта. На. Я еще не вижу. Куда ехать? Давай, давай. Давай, давай. А, там зеркала нет. Я, как первички смотрю в зеркало. Давай, не махерка лучше. Скажи, там нормально, мне выравниваешься? Да, да, прямо есть. Прямо есть. Давай, давай. Там есть три класса. Это непонятные корчи в шутку. Класс С это получается. Класс Б это когда адекватные машины, которые могут соперничать. Побороны за первое место. Да, но люди без опыта. И класс А это когда, то есть, достойные машины гонок, люди с опытом уже непосредственно участвовали в гонках и их знают там. Поэтому, как минимум, у нас машина достойная, она едет, она может. И, как бы, люди у нас тоже с опытом, кто будет с нами в команде ехать и гайки крутить. Поэтому посмотрим, что будет. Будем стараться. Это интересно. Это много народу собирается. Также будет проводиться инспекция всей амуниции. То есть, ты должен полностью соответствовать у тебя весь костюм, слем, ханс девайс, обувь, перчатки, белье. Все должно соответствовать FAA стандартам, там, самым последним. То есть, они все это проверяют. Все серьезно. То есть, безопасность превыше всего. Ну, собственно, вот такая идея. Мы собрали хорошую команду в плане того, что есть механики, есть гонщики. Я главная механика. Спорно вообще. В среднем от 40 до 70 машин участвуют в гонке. Не все доезжают до конца. Потому что, если вы погуглите и посмотрите, в чем прикол этой гонки, то есть, там может быть, например, машина такая, как Ford Mustang, и у него стоит двигатель не там, где нужен, а зачем-то человек его поставил вместо пассажирского сидения. Либо машина, которая раскладывается как гармошка. Либо может быть такое, что у человека сзади тики-бар. Причем он гоняет на трассе, а потом ставит машину, и всем разливает пиво из этой же машины, потому что там он все рабочий. Ну, а также все участвуют в Е30, Е36, Е46, Миаты. То есть, все читерские машины, которые ты действительно можешь купить задешево, и они у тебя сразу будут как crack weapon, как говорят, да, что она у тебя сразу будет готова к гонкам и ездить. Таких тоже много. Вот, в принципе, все. В этом и идея. Ребята, не переживайте, мы вам все покажем. Дай пять, ты готов? Конечно. Да, Саня, ты готов? Чинить наш возникактенный контент. Так должно быть. Я не краску не сдерну? Краску? Блин, я обожаю этот кузов с открытым капотом. Она выглядит так агрессивно и так круто. Еще вот такие вот у нас веселые соседи на таких мини-шлипиках. Это так круто, я хочу такую тачку. Ну что ж, ребята, на этом видео подходит к концу. Вам огромное спасибо, что вы посмотрели. Надеюсь, что мы выиграем эти гонки. Я обязательно вам все покажу. Будет об этом выпуск, как мы поедем туда. Я покажу вам других участников, другие тачки прикольные. Там будет реально очень весело и интересно. Поэтому ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои видосы. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх под этим видео. И до скорых встреч. Всем пока.